Банк России рекомендовал кредиторам приостановить принудительное выселение должников и членов их семей из квартир, на которые было обращено взыскание. Когда ипотечный заемщик пропускает один платеж, второй, третий, четвертый, кредитор, банк, микрофинансовая организация или кредитный кооператив вынужден через суд начать взыскание. И в результате должник утрачивает право собственности на квартиру или дом. По рекомендации Банка России до 30 сентября 2020 года кредиторы не должны выселять из единственного жилья, если должник или проживающие с ним члены семьи заболели коронавирусом. Но возникает законный вопрос, что делать, если, например, заложенные квартиры и дома перешли в собственность кредиторов. В сложившейся обстановке допустить выселение людей нельзя. И это касается не только заболевших коронавирусом. Поэтому Банк России обратился к кредиторам с рекомендацией до 30 сентября 2020 года приостановить процедуры принудительного выселения должников и членов их семей из квартиры и домов, на которые уже было обращено взыскание. Важно понимать, что выселение не происходит одномоментно. Сначала приходят требования о выселении, затем дело рассматривает суд, и только после этого судебные приставы исполняют его решение. Как показывает практика, кредиторы выполняют рекомендации Банка России без необходимости применения принудительных мер. Но если все же выселение продолжается, советуем должнику, как можно скорее, не дожидаясь судебных приставов, обратиться к своему кредитору, а если он откажет зайти на встречу, написать жалобу в Банк России. И регулятор напомнит кредитору о своей рекомендации. Также во время самоизоляции кредиторам не рекомендуется проводить очные встречи с должниками.